Я постарался как-то систематизировать общие проблемы, которые связаны с деятельностью киноклубов, которые существуют самостоятельно, которые существуют при музеях, при клубах, при библиотеках, при организациях и учреждениях культуры и образований. В общем, в принципе, все эти проблемы, наверное, можно выделить в три таких больших блока. Первый связанный непосредственно с программированием того, как, собственно говоря, что мы делаем, для чего мы это делаем и как мы это делаем. Второе связанное с поиском партнеров, потому что, я так понимаю, особенно для тех, кто находится в регионах, это довольно актуальная проблема, потому что денег ни у кого нет. Я вам честно могу сказать, что в Татьковской галерее тоже у отдела кинопрограмм денег нет. И хотя часто нас называют бюджетными, если само учреждение является бюджетным, то наш отдел относится к так называемым ПДДшным отделам, то есть отделам, приносящим деятельность и приносящий доход. И, соответственно, мы сами должны искать бюджеты на свои программы, искать партнеров и так далее. Поэтому это такое, я не хочу это называть красивым словом фандрайзинг, потому что это обычно что-то такое очень мудреное и не очень понятное. Я ограничусь очень простым и всем понятным поиском партнеров. И третий, это, собственно говоря, правовые аспекты нашей деятельности, которые в последнее время переживают трансформацию в связи с изменением законодательства, возникает целый ряд сложностей, трудностей, наверное, с которыми вы сталкиваетесь тоже. Вот, в общем, собственно говоря, вот эти три основных пункта я и постараюсь осветить в течение, ну вот где-то часа, наверное. Потом минут 20 может быть конкретно что-то отречковки, и потом ваши вопросы. Значит, что касается программирования. Конечно, мы должны прекрасно понимать, что мы с вами не первые, кто организуем киноклубы, отделы в музеях, отделы в библиотеках, которые показывают кино. Все это возникло, ну, минимум 90 лет назад, а уж 80 точно. И в этом смысле мы, конечно, должны опираться на опыт синематичный, опыт архивный, опыт музейный. И здесь я, честно говоря, не найду никакой лучшей рекомендации никому, как просто, тем более сейчас есть эта уникальная возможность, многие музеи и синематики сохраняют свои архивные программы, просто залезать в интернет и смотреть, как люди составляют программы. Раньше все это было сложнее, потому что нужно было искать буклеты, лифлеты, которые мало кто собирал, мало кто был за границей. Теперь все это просто. Практически все те самые буклеты, которые издаются в французской синематике, австрийским музеям кино, они все есть в интернете. Поэтому никакого иного пути, кроме как учиться у тех, кто это умеет делать лучше нас и делает много лет, я, честно говоря, предложить вам не могу. И более того, единственное, ну вот, может быть, это опять-таки какие-то такие личные рекомендации, то я бы советовал в первую очередь обращать внимание, конечно, на то, что делает французская синематека, на то, что делает австрийский музей кино. Хотя вы мне сразу скажете, что у нас нет таких возможностей, как у синематики и даже как у австрийского музея кино, у которого тоже, кстати говоря, всего один зал. Я с вами полностью соглашусь, но все-таки учиться нужно вот по той планке, которая установлена по гамбургскому счету, потому что сделать попроще мы с вами всегда сможем. И мы, например, вот программируя, а я уже, ну, минимум 15 лет этим занимаюсь, вначале всегда пишем программу максимум. Какую, если мы задумываем какую-то программу, мы пишем все то, что мы хотели бы показать по максимуму. Она может уменьшиться в два раза, может в три раза, может в десять раз, да, но все-таки планку перед собой изначально нужно ставить очень высокую. И мне кажется, это одно из таких, ну, важнейших принципов научения, потому что кроме как практической деятельности, изучения опыта окружающих, я здесь никаких других вам подсказок не найду. Нет никаких универсальных курсов, нет никаких универсальных учебных заведений, которые бы научили вас программировать. Вот передо мной сидит Григорий Любергал, который, я думаю, подтвердит эту очень простую истину, что здесь, к сожалению, принципы какие-то можно сформулировать, и я сейчас попытаюсь это ниже сделать, но они настолько просты и настолько очевидны, что я думаю, вы, в принципе, об этом знаете и без меня. И все-таки, в общем, в принципе, все виды программ, кинопрограмм, которые мы с вами организуем, можно разделить на два больших блока. Это ретроспективные программы и так называемые фестивали или панорамы современного кино. Внутри ретроспектив, которые мне, честно могу сказать, ближе, потому что как-то я, ну, 10 лет проработал в музее кино, до этого 15 лет в него ходил, и, в общем, сейчас в основном именно конкретно я занимаюсь больше программированием ретроспектив, можно разделить на два больших блока. В первую очередь это монографические ретроспективы, это то, что вам знакомо. В основном у нас практикуются режиссерские ретроспективы, но, в принципе, не грех делать время от времени актерские. Можно делать очень интересные операторские ретроспективы. У нас несколько раз был опыт создания ретроспектив художников кино, причем не только отечественных, и это отдельный огромный пласт, потому что не будем забывать, что кино, в первую очередь, искусство визуальное, да, и 30-е годы, и появление звука, конечно, токис превратили часто очень и современные кинематографы в говорящие головы, но все-таки изначально кино – это искусство визуальное, и роль художников в кино, конечно, колоссальна, и художников-постановщиков, художников по костюмам, и даже таких удивительных художников, как художники комбинированных кадров, или теперь художники по спецэффектам. Ну, я уже не говорю о художниках-мультипликаторах, которые мы часто путаем вместе с режиссерами, хотя это не всегда одно и то же, и можно делать режиссерские анимационные программы, а можно делать именно программы художников. Ну, общеизвестный факт, да, Андрей Юрьевич Ржановский, замечательный режиссер, не рисует, да, и у него есть много замечательных художников, которые с ним работают, и каждый из них вполне заслуживает ретроспективы. Наконец, довольно редкое явление, но тоже время от времени встречающихся – это композиторские ретроспективы. Музыка в кино тоже играет огромную роль. Дальше вы можете, конечно, выдумывать сами, но я как бы в основные профессии кинематографические назвал. Мне кажется, что в киноклубной деятельности, которая, безусловно, является деятельностью по кинопросвещению, очень важно обращать внимание наших с вами потенциальных и реальных зрителей на то, что кино не создается только режиссерами. Вообще, конечно, вот этот режиссерский крен, он существует, он объективно имеет предпосылки, но все-таки очень интересно смотреть на то, как представлены другие профессии в кинематографе. Иногда программы, которые складываются, например, у тех же самых художников-постановщиков, получаются замечательные. Мы несколько лет назад вместе с Японским фондом делали ретроспективу Такео Кимура, одного из выдающихся художников японского кинематографа. И получилась удивительная ретроспектива, в которой несколько еще внутри мини-режиссерских ретроспектив. Поэтому, я уверяю вас, это довольно любопытно. И люди, которые начинают ходить, они начинают узнавать этот стиль художника, как он работает, как он меняется, особенно если это можно дополнить какими-то эскизами, небольшими лекциями, это вообще замечательно. Я не случайно об этом говорю, потому что у нас есть довольно большие невостребованные архивы и в музее кино, и в Третьяковской галилее, кстати говоря, и на студиях, на том же самом Мосфильме, на студии Горького, на Свердловской студии, я знаю, на Ленфильме сохранилось. Это эскизы художников к фильмам. И это вообще удивительное занятие, если вы вначале показываете несколько эскизов, рабочих или выставочных эскизов, а потом смотрите фильмы, смотрите то, как этот эскиз начинает в фильме работать или не работать. И часто сами узнаете, что вот этот эскиз абсолютно точно выставочный, например. Я так немножко отвлекся, но я просто к тому, что это удивительно увлекательная работа, которая, ну в общем, по большому счету, никем не освоена. В основном этим не занимаются даже музеи, к сожалению. Я уже не говорю про киноклубы. А Плат это очень интересный, и я уверяю вас, что он встречает всегда такой зрительский отклик, что я ни разу не помню такого, чтобы мы начали, не показывали какой-то эскиз на экран, и тут же все достают камеры, начинают фотографировать, потому что это действительно очень эксклюзивный материал. Я думаю, что сейчас можно обращаться с такими запросами и в музей кино, и в Третьяковскую галерею, и на Мосфильм. Почему? Потому что все равно все эти работы оцифровываются. Вы их будете использовать некоммерчески, насколько я понимаю. Более того, вы в каком-то смысле выступаете пропагандистами музейных коллекций, поэтому, мне кажется, не стоит пренебрегать обращение к музейным и архивным собраниям вот к таким коллекциям. Другое дело, что не всегда, может быть, легко понять, в каком музее что находится, но в принципе существует такая вещь, как госкаталог, она прямо так и называется, госкаталог РФ, я немножко так сейчас в музейную сторону, но это действительно связано с особым типом программирования. Вы можете зайти туда по ключевым словам, либо набрать фильм, либо набрать художника, если вы знаете, кто был художником, постановщиком, посмотреть, какие работы есть в музеях. Иногда вполне возможно, что то качество превью, которое находится на госкаталоге, вас удовлетворит для того, чтобы в информационном порядке показать своим соратникам те исходные материалы, которые лежат в основе художественного оформления того или иного фильма. Второй большой блок ретроспективных программ – это тематические программы. Здесь, конечно, можно делать все, что угодно, и выдумывать, какие угодно темы, начиная от исторических, собственно исторических, и исторических, связанных с историей кинематографа непосредственно как искусство, и заканчивая, в общем, по большому счету, любой произвольной темой, которая может прийти вам в голову или может быть интересна для вас и ваших соклубников. Я не знаю, стоит ли нам сейчас углубляться вот в эти тематические программы. Я скажу только одно, что вот пометуя свой опыт работы и в музее кино, и в сейчас Третьяковской галерее, часто, может быть, ваши программы могут быть вспомогательны к тем или иным мероприятиям, не знаю, как это по-другому назвать, или событиям, которые происходят в других культурных институциях вашего города. Это может быть что угодно, это могут быть программы, связанные с юбилеями писателей, это могут быть выставки, это могут быть памятные дни. Практически всегда можно... Другой вопрос, как это организовать, как получить права, об этом говорить будет чуть ниже. Но придумать программу, которая так или иначе тематически совпадает с другим мероприятием, всегда можно. Вот мы практикуем в Третьяковке так называемые программы к выставкам, и эти программы к выставкам бывают самые широкие по контексту. Ну вот просто пример, как далеко можно уйти в своих фантазиях. В прошлом году у нас была выставка, наверное, вы многие о ней слышали, Эдварда Мунка, который делала Третьяковская галерея вместе с музеем Мунка в Осло. Ну, на поверхности то, что лежало, это фильмы Мунка и о Мунке. Это, в общем, здесь не нужно быть семипядией во лбу. Но мы подумали, что Мунка является одним из хедлайнеров, если так хотите, норвежской культуры. Может быть, наряду с Григом он самый известный норвежец сегодня. И поэтому, почему бы нам не воспользоваться поводом и не рассказать о совсем неизвестной в нашей стране норвежской кинематографии. И мы к выставке Мунка сделали краткую историю норвежского кино от возникновения кинематографа в Норвегии до современных дней. Эта программа пользовалась большой популярностью, потому что действительно сама выставка Мунка стала своеобразными днями норвежской культуры в России. Хотя, казалось бы, где история норвежского кино, а где Эдвард Мунк. Но вот сопрягать так можно, и, как ни странно, вот эти информационные поводы, которые могут возникать в вашем городе, непосредственно не связанные с деятельностью киноклуба, могут быть очень важной такой отправной точкой для вашей фантазии, для придумывания вот такого рода программы. Что касается второго большого вида программ, которые мы с вами организуем, это, ну, так называемые фестивали нового кино. В общем, по большому счету, все они делятся на два типа фестивалей. Это конкурсные фестивали, когда у вас есть жюри, когда вы раздаете тех или иных слонов. И второй тип фестивалей, который мне гораздо ближе, это зрительские фестивали. Когда каждый зритель оценивает тот фильм, который он видел, и нет никакой раздачи слонов. Я честно могу сказать, я больше люблю такие фестивали, в основном даже за рубежом предпочитаю ездить на неконкурсные фестивали, потому что в них есть особое очарование, в них гораздо меньше и небольшой политики, местечковой, и большой политики, если это большие фестивали. И они очень продуктивны в плане общения, поэтому если это зависит от вас, то я бы всегда, вот если ко мне обращаются, хотите ли вы сделать конкурсный фестиваль или в неконкурсный, я точно за в неконкурсный. Ну, другое дело, что во вне конкурсном могут быть какие угодно формы оценки. Мы не даем призов, но мы обязательно оцениваем то, что мы смотрим. И самой важной формой оценки является непосредственный контакт того, кто делал фильм, то есть его авторов, если таковую есть возможность привести, с теми, кто фильм смотрит, то есть со зрителями. Потому что кино рождается каждый раз в тот момент, когда его показывают в каждом конкретном зале. И этот удивительный момент, встреча создателей с рецепиентами, он всегда по гамбургскому счету выше любой оценки любого профессионального жюри. Потому что если какой бы вы не были замечательный модератор с каким угодно опытом, но если у вас попадется какой-то зритель, которому фильм сильно не понравился, этот зритель не сильно закомплексован, я вас уверяю, никакой модератор не позволит смикшировать тот эффект, который в конце концов произведет на автора зритель, которому фильм по тем или иным причинам не понравился, а он самое главное еще может сформулировать, почему он не понравился, и в общем выдать свой гамбургский счет. Такие моменты, наверное, для нас неприятны, как для модераторов, но к ним нужно быть готовым и ни в коей мере их не пресекать, особенно если это не выходит, конечно, за рамки разумного, если начинаются прямые оскорбления или, не дай бог, какие-то хулиганские поползновения, понятно, что нужно пригласить службу безопасности, если такова и есть, или выступить в такой роли самому. Но в принципе, в общем, у нас часто бывает, что кипят страсти, это очень интересно, это очень полезно для авторов, я вам честно могу сказать, потому что хотя мы играем вроде на стороне тех, кто делает кино, но все-таки мы в большей степени посредники между теми, кто его делает и теми, кто его смотрит, и вот этой функцией посреднической мы пытаемся соблюсти такой своеобразный паритет. Значит, что касается состава программ современного кино, то здесь есть сразу несколько вариантов. Ну, самый простой вариант, это, конечно, когда вы уже стали довольно авторитетной площадкой, и вы можете, как действительно такой настоящий фестиваль, приглашать к себе те или иные фильмы, тем более, если это дебютные фильмы, но это абсолютно не обязательно, или если это премьерные фильмы. Но, в конце концов, для всего для этого можно воспользоваться и теми костылями, которые нам расставляют всевозможные посольства и культурные центры, существующие в нашей стране, и которые худо или бедно все-таки проявляют свою активность не только в Москве и Санкт-Петербурге, и Нижнем Новгороде, но и в некоторых других городах, и к которым можно всегда обращаться, потому что они, как правило, идут на контакты, и эти контакты помогают нам организовывать программы из тех фильмов, которые есть у них в так называемых посольских пакетах или пакетах культурных центров. О чем я говорю, и здесь мы плавно переходим во вторую часть, партнерскую, что очень часто для того, чтобы что-то организовывать, абсолютно не обязательно иметь живые деньги. Гораздо важнее иметь живые связи. Связи эти, естественно, устанавливаются и нарабатываются в результате вашей деятельности, но я вам честно могу сказать, никогда не бойтесь обращаться, никогда не бойтесь писать просто прямые письма в то или иное посольство или в тот или иной культурный центр, как правило, но в 90%, ну в 80% случаев, вам либо помогут, либо попытаются помочь, но если это не получится в первый раз, это не значит, что не нужно обращаться в дальнейшем, потому что посольства, в принципе, выполняют и посредническую деятельность, связанную с пропагандой своей национальной культуры, распространение, давайте скажем так. Тем более сейчас этот механизм есть, многие посольства и культурные центры имеют так называемые пакеты фильмов, в основном они на DVD или на Blu-ray, хотя иногда могут предоставлять какие-то и ссылки для скачивания, но большей частью все-таки это физический носитель, который нужно каким-то образом из Москвы переправить или получить, но иногда посольства тоже идут на такую любезность и могут даже, в общем, в принципе, отсылать их за счет, беря расходы на свой кошт. И, кроме того, практически у всех посольств и культурных центров в случае подписания договора с Российской Федерацией о сотрудничестве, мы потом еще немножечко в третьем разделе об этом поговорим, появляется очень важная для вас составляющая, которая позволяет вам показывать эти фильмы в правовом поле, минуя получение прокатных удостоверений и минуя организацию, собственно, того фестиваля, который должен войти в перечень фестивалей Минкульта. Что я имею в виду? Здесь как бы есть таких очень два важных костыля. Первый костыль правовой с точки зрения правообладателей, то есть посольства или культурные центры уже оплатили зарубежным правообладателям права на некоммерческие показы. Вопрос, что считать коммерческим, что некоммерческим, мы немножко этого коснемся в правовых аспектах, но в основном это так называемые некоммерческие показы фильмов на территории Российской Федерации. Создаются такие пакеты, в них входит разное количество фильмов, от 20 до, не знаю, максимально, наверное, с которым я встречался, ну, какая-то коллекция Гёте-института, это несколько тысяч названий, сейчас чуть поменьше, но тем не менее около того, которые вы можете абсолютно ничего не платя никому, я называю вещи своими именами, показывать на абсолютно законных основаниях. Но для этого вам нужна вторая подпорка, этой подпоркой выступает вот то самое соглашение о культурном сотрудничестве, межправительственное, которое позволяет проводить такие показы без получения прокатного удостоверения и без вхождения в перечень фестивалей Минкульта, что совсем отдельная тема, и, в общем, ну, немножко потом об этом тоже поговорим. Здесь, правда, нужно быть очень внимательным, потому что это соглашение должно быть межгосударственным. Вот такая замечательная институция, как Гёте-институты, не является государственным учреждением. Но у Германии с Российской Федерацией такое соглашение есть, да, и в этом случае вашим партнёрам должно выступать посольство. Я немножко всего этого коснусь, этих особенностей, когда буду говорить о правовых аспектах более конкретно, ссылаясь на конкретные законодательные акты. Сейчас просто вот такая самая общая схема. Значит, кроме того, что подобные пакеты есть у посольств и у культурных центров, всё-таки я рекомендую вам время от времени, даже если у вас нет денег, обращаться непосредственно в киноархивы и киноинституты и к правообладателям, если вы их находите, то есть к студиям и дистрибьюторам мировых прав за некоммерческими показами. Я не хочу сказать, что в 80% случаев вам такое право дадут, но в 15% вы вполне можете получить такое право, тем более, если вы собираетесь, знаете, там показывать не Бисконти и Бертолуччи, а, например, какой-то фильм небольшой, снятый документалистом, и права, может быть, часто находятся у студии, в которой одновременно организатором и соорганизатором, сопродюсером выступает тот самый режиссёр, который вам интересен. Но даже у больших институций, вот сейчас тот же самый Вендор Штифтунг, созданный, вполне может пойти вам навстречу и предоставить вам, тем более совсем недавно многие фильмы фондом Вендорса и Гёте-институтом были субтитрированы на русский язык, и вполне вероятно, что какие-то фильмы для некоммерческого показа однократно вам могут быть предоставлены. Просто действительно не бойтесь писать письма, будьте настойчивы в написании этих писем, но практически всегда достаточно такого среднего английского, я бы сказал, даже глоблиша. Никто не собирается вас экзаменовать на знание английского языка, потому что отвечает вам, как правило, приблизительно на таком же языке, но в зависимости от того, куда вы пишете. Условно говоря, скорее всего, в Швеции вам ответят на очень хорошем английском языке, а в Италии или в Португалии ещё на худшем, чем тот, на который пишете вы. Но могут и не ответить на португальском, так как они понимают, пользуйтесь гугл-переводчиками, тоже сейчас такое количество механизмов. В общем, всё это абсолютно не страшно, самое главное, вам за это ничего не будет, даже если вам ответят отказом. Просто любое обращение к правообладателю, тем более из маленького города в России, я вас уверяю, это 90 очков в вашу пользу, потому что, к сожалению, и не только наша страна, но очень многие страны имеют репутацию пиратских. И когда человек абсолютно законно, абсолютно честно обращается к правообладателю, я хочу один раз показать вас фильм и даже там продать билеты на 100 человек по 120 рублей, в результате чего я получу там, не знаю, 100 долларов дохода, как правило, вам разрешат. Вот, опять-таки, это, конечно, не относится к голливудским мейджорам, об этом можно забыть раз и навсегда, хотя исключения могут, в общем, попытка, не пытка, не бойтесь, обращайтесь. Тем более это нужно делать в случае, когда вы работаете с отечественными фильмами, здесь всё проще. Ну, вы понимаете также, наверное, что у зарубежных фильмов иногда есть российские дистрибьюторы, вот с ними тяжелее всего, вот они, как правило, за бесплатно не дают ничего. Ну, что я могу сказать? Я точно в такой же ситуации, как и вы, либо вы находите деньги, либо вы говорите спасибо, до свидания, и ждёте либо, когда фильм перейдёт в паблик-домейн, либо когда он вернётся в World Sales, в общем, к мировым правообладателям, и, может быть, у вас шансов появится больше. Другое дело, что, конечно, пока фильм находится в активном прокате, большинство наших дистрибьюторов, как правило, готовы предоставить фильм не по таксфикс, то есть не по зафиксированной цене, а по цене, когда вы 50% можете перевести. В том случае, если у вас есть юрлицо полноценное, вы ведёте финансовую деятельность, и это возможно, то для вас это выход. Честно могу сказать, как правило, это, ну, как правило, права покупаются на 5 лет в среднем нашими дистрибьюторами. В основном они готовы работать 50-50 в течение первого года проката. Дальше они в основном все хотят фиксированную сумму. Она разная, ну, как правило, от 3 до 15 тысяч. Но варианты могут быть различные. Тем более обращайтесь к студиям. Здесь у нас сейчас есть как современные студии производителей, так и студии, которые полностью оформили свои права на старые фильмы. К сожалению, у нас пока только две таких студии. Это Мосфильмы, Союзмультфильмы. Это не на все фильмы, но на большинство. Они уже всё-таки получили прокатное удостоверение. С фильмами всех остальных студий ситуация сложнее. По нашему законодательству формально они находятся в Госфильмофонде Российской Федерации, но, к сожалению, Госфильмофонд Российской Федерации до сих пор прокатное удостоверение на них не оформил. Всё-таки я рекомендую вам, если фильм не находится в паблик-домейне, а вы, наверное, знаете, что паблик-домейн — это 70 лет под статьей Гражданского кодекса 12.81. И по умолчанию мы считаем, что это 70 лет не с момента смерти автора, как написано в этой замечательной статье, а авторами для сложного аудиовизуального произведения являются режиссёры, авторы сценария и авторы музыки и слов к песням. А всё-таки 70 лет с момента выхода на экран. Хотя законодательно этого не прописано. Ну, я не знаю, честно говоря, ни одного правового казуса, чтобы кто-то в нашей стране это оспорил. Поэтому просто по умолчанию считается 70 лет с момента выхода фильма на экран. Значит, если фильм находится в паблик-домейне, то не надо обращаться на Мосфильм. Хотя Карен Георгиевич очень любит, если к нему обращаются, с просьбой показать броненосец Потёмкин, производство 1925 года. Тем более, очень часто вы показываете всё равно не немую версию, а версию восстановления 1975 года. А вот все версии восстановления, они находятся под авторским правом. Кстати говоря, то же самое относится и к зарубежным фильмам. Вот здесь, пожалуйста, не обольщайтесь, потому что если вы видите какой-то замечательно восстановленный фильм, я не знаю, там, Мюнхенским музеем кино или французской синематекой, и думаете, ну вот, а он был сделан там в 1923 году. Но в 1923 году он был сделан в том виде, в каком он хранится там в Госфильмофонде, хотя Госфильмофонд сейчас тоже не выдает уже пленки, без разрешения правообладателей даже на 1920-е годы. А, конечно, восстановленный фильм – это полностью возобновленные права, и, например, Мурнау Штифтунг, который таким образом почти узурпировал всё немецкое наследие Уфа, не являясь прямым правообладателем Уфа по вполне понятным причинам, очень тщательно за этим следит. Ну, я не знаю, что касается, честно могу сказать, что касается маленьких кинокубов и киноорганизаций в далёких весях нашей страны, может быть, не так тщательно, как за московскими организациями, но в любом случае лучше всё-таки обращаться ещё раз в таких спорных случаях, то есть когда мы имеем дело с восстановленным фильмом, и просить у него также разрешения. Наконец, ещё один вид партнёров, который, кроме непосредственно правообладателей и дистрибьюторов, может вам всячески способствовать в организации вашей деятельности, это всевозможные коммерческие в большинстве своём организации, существующие в нашей стране и занимающие организацией фестивалей нового кино, в основном неконкурсных фестивалей, различных киновикендов. В принципе, многие из них идут навстречу и довольно с большим уважением относятся к тем, кто предоставляет им профессиональные площадки за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новосибирска, Екатеринбурга, вот основная деятельность сосредоточена там. Но, в принципе, всё это возможно, потому что, например, вот тот же самый фестиваль Найс, нового итальянского кино, который сейчас вот у нас снова пройдёт, правда, в этот раз впервые изменив своему принципу, потому что не приедет ни одного итальянца по вполне понятным причинам, но фестиваль пройдёт. У них есть такие пакетные соглашения, даже было несколько лет, когда программа фестиваля Найс в DVD-формате показывалась в 30, в 40, то и в 50 городах, и не всегда это были профессиональные кинотеатры. Поэтому есть вот такие посредники, ну вот, может быть, кому-то из вас известно, там, организация Cool Connection, которая много лет занимается вот такими фестивалями национального кино. И они, в общем, в принципе, все с большим удовольствием работают в традиционном соотношении 50-50, но… Cool Connection сложная, очень сложная. Cool Connection. Да? Практически невозможно. Такие условия стоят, чтобы они не обставили. А условия с чем связаны? Как они стоят 60 на 40 процентов? Ну, 60 на 40 у них бывает, да, даже у нас бывает 60. Какую цену? 600 рублей. Да, с ценой я понимаю. Вот цена эта может быть, безусловно, таким серьезным камнем преткновения. Я вас прекрасно понимаю, потому что я сам отстаиваю минимальные цены с ними и на своей площадке. Но здесь, наверное, можно брать количеством, если все-таки у вас становится более или менее популярная площадка, то они… Ну, вы знаете, я вам честно могу сказать, вот у нас в Третьяковке, это просто сейчас так, ну, немножко в сторону для того, чтобы опять-таки немножко поддержать ваш энтузиазм, потому что сам я тоже бесконечный энтузиаст и оптимист в этом смысле. Мы, вот, например, как Федеральное государственное бюджетное учреждение культура, у нас очень жесткие требования с точки зрения договоров. Гораздо жестче, чем у любых муниципальных учреждений, кинопроката, я уже не говорю про киноклубы с различными статусами, АТП и всего остального, потому что у нас любая, ну, вот такое у нас дурацкое законодательство пока, любой даже прокатный фильм считается госзакупкой. То есть договор необходимо размещать на сайте госзакупок. И я вот вам могу сказать за 4 года, вначале все ворочали нос, было буквально 2 или 3 компании. Сейчас все пришли к нам в результате, причем мы их не то чтобы прям звали, сами приходят. Ну, пару мейджоров осталось, до которых мы не представляем уже никакого финансового интереса, хотя для двух из них мы представляем интерес как такая репрезентативная площадка. Я понимаю, что это особое положение третяковки и прочее, прочее, прочее. Но я просто к тому, что чем популярнее становится ваша деятельность, чем большее количество потенциальных зрителей она охватывает, ваша деятельность, тем на большие уступки готовы идти не сразу, но те, которые изначально говорили нет, только так, только так, только так. У нас на все фильмы Cool Connection стоимость билета не превышает 400 рублей. И мы за это прям вот долбились в буквальном смысле этого слова. А начинали мы, а большая часть программ даже 300-350. Поэтому 600 рублей тоже можно побороть, просто не сразу. Значит, следующее, о чем я хочу с вами поговорить, это, наверное, такой вот самый большой блок, связанный с правовыми аспектами вот всей этой деятельности, значит, ну, наверное, для вас общеизвестно, что основой нашей деятельности в области распространения аудиовизуальных произведений, а все равно мы с вами занимаемся их распространением путем показа или проката, регулируется федеральным законом о государственной поддержке кемиатографии в Российской Федерации, который был принят еще в 1996 году и сейчас существует в редакции 2018 года. Сам основной закон 126 ФЗ, вот, а последние поправки ему были оформлены 440 ФЗ, ну, он там всегда называется о внесении поправок в некоторые правовые акты и законы Российской Федерации, 28 ноября 2018 года. Это была наша большая борьба, которую мы в результате выиграли с промежуточным результатом, неполным, но все-таки. Основным результатом этой выигранной борьбы, ну, и точнее просто победы здравомысля, является то, что все-таки в знаменитую статью 5.1, статья, которая, ну, так называемая статья о прокатках, были внесены очень существенные добавления, очень сложные, относящиеся к кинофестивалям, но очень простые, относящиеся к показам в культурно-просветительских целях фильмов без прокатных удостоверений. Другое дело, что я вам честно могу сказать, в связи с тем, что я был вот не на этом большом слушании, которое было в общественной палате и которое сыграло, ну, довольно большую роль в качестве, ну, такого своеобразного, торпедирования этого вопроса, а уже на этом слушании, которое было в администрации президента с представителями Государственной думы и Минкульта, и я очень просил за то, чтобы было внесено исключение для организации кинематографии, так как они называются по закону. К сожалению, на это не пошли. Исключение сделано в настоящее время для музеев, выставочных залов, хотя не очень понятен статус выставочного зала, потому что государственного определения, что такое выставочный зал и нет, а также для... не пошли на библиотеки, хотя я очень просил сделать исключение для библиотек, а также для организации образовательных, причем реализующих как программы основного образования, и нам удалось пробить дополнительное образование. Что это означает на практике? На практике это означает очень простую вещь, что если у вас, условно говоря, киноклуб при учреждении дополнительного образования, вы уже получаете возможность показывать фильмы однократно или двукратно. Здесь очень сложно, собственно говоря, объяснить разницу между прокатом и показом в связи с тем, что в законодательстве прописана она плохо, но в общем по умолчанию все исходят из того, что 2-3 показа, то есть так как они показываются, например, в рекламенте Московского международного кинофестиваля не являются еще прокатом. Ну, про один показ уж точно я могу говорить. Если вы, конечно, уже хотите раз 5 показать один и тот же фильм или 10, я думаю, что со стороны проверяющих органов к вам могут возникнуть те или иные претензии. В общем, что нам дала эта поправка? Эта поправка наряду с так называемой поправкой Солоницыной, которая разрешала показ беспрокатных удостоверений фильмов, произведенных в административных границах нынешней Российской Федерации и находящихся в общественном достоянии во времена Российской империи и Советского Союза, они предоставляют нам вот это довольно большое поле фильмов, которое мы можем показывать, не запрашивая никаких дополнительных разрешений у регулирующих органов Российской Федерации. Это все не относится к правам на фильмы. То есть вот это две разные вещи, которые очень важно разделить, что есть права на фильмы, которые определяются гражданским кодексом Российской Федерации, и все фильмы находятся под правами, за исключением тех, которые перешли в паблик-домейн, то есть те, которые старше 70 лет, и это не относится к фильмам восстановленным. Восстановленные фильмы считаются с момента выхода восстановления, вы считаете, как это новый фильм, его новая редакция. Вот отношение с правообладателями на фильмы, с авторами, с дистрибьюторами, у нас регулируется статьей 1281 в отношении паблик-домейна, срока паблик-домейна. Значит, а отношение с государством, вот то, что связано с прокаткой, регулируется вот этим самым 126-м федеральным законом, и они очень четко ограничивают те организации и учреждения, которые не могут, или наоборот могут, показывать фильмы без прокатных удостоверений. Я прошу вас на это обращать внимание в своей практической деятельности, хотя все мы знаем, что наша страна – это страна выборочного применения права, и в основном все случаи возбуждения административных дел в отношении нарушений статьи 5.1.126 федерального закона так или иначе имели под собой политический аспект. То есть это в основном было связано либо с показами тех фильмов, которые с точки зрения нашего регулятора Министерства культуры являются нежелательными для показа на территории Российской Федерации, либо с показами фильмов, которые показывались даже по центральному телевидению, но показывались теми организациями или учреждениями, которые являются нежелательными для нашей Российской Федерации. Это знаменитый казус Катыни с мемориалом, фильм, который был показан по каналу «Культура», как только его решила показать мемориал, они тут же получили предупреждение от Минкульта о том, что у этого фильма нет прокатного удостоверения. Вот я понимаю, что до регионов, скорее всего, добираются не так часто, как до московских организаций, но у каждого у вас, наверное, есть как друзья, так и друзья в кавычках, которые всегда готовы протянуть руку помощи другу и создать ему несколько замечательных хлопотных дней в его биографии. В принципе, сейчас довольно успешно можно все это обходить, опять-таки, в зависимости от того, какая организационно-правовая форма площадки, в первую очередь площадки, на которые вы реализуете свои программы, существуют. То есть, если речь идет о кинотеатрах, то, скорее всего, нет. Но, опять-таки, не называя никаких конкретных площадок, в том числе в Москве, вы, наверное, если следите, можете понять, что довольно многие кинотеатры в Москве, нет, не многие, некоторые кинотеатры, в том числе в Москве и в Санкт-Петербурге, показывают фильмы без прокатных удостоверений и без взаимодействия с теми органами, государственными органами зарубежных стран, с которыми у Российской Федерации подписаны договора о сотрудничестве в сфере культуры. Поэтому, что я могу сказать? Ну вот, мы живем в такой стране, да, здесь как бы никакие комментарии не нужны. Это статья выборочного применения, все мы это прекрасно знаем, и, в общем, вы это должны четко просто осознавать, и, наверное, в существующей ситуации не искать какой-то высшей правды, высшей справедливости, потому что найти ее пока будет невозможно, но в той или иной степени понимать, что в определенных ситуациях вы рискуете, в определенных ситуациях вы не рискуете, и эти риски, безусловно, остаются просто за вами, как за организаторами. Я здесь ничего другого посоветовать не могу, потому что мне легче, я музей в данном случае. Но я почти кровью выцарапал эту поправку, и, в общем, в данном случае, честно могу сказать, что за те четыре года, что мы показываем в Третьяковке фильмы, какие бы фильмы мы не показывали, на какие бы темы мы не показывали, ни разу никто нам ничего не запретил, ниоткуда не позвонил, и не сказал, что то или иной фильм не показывайте, или патчи того не прислали предписание. Ну, кто не рискует, тот не пьет шампанского. И вот теперь я перехожу к самому важному, наверное, в чем заключается мой пафос, и что является итогом всего того, что я сказал. Что для того, чтобы избежать всех этих неприятностей, я все-таки рекомендую вам, и это опыт моей 15-летней деятельности, ограничиваться не письмами, а заключать договора. Все-таки вот эти письма с разрешением от того или от другого, особенно когда речь идет о работе с посольствами или с культурными институциями. Потому что от студий, ну, например, вот Мосфильм точно не будет с вами заключать договор, только в том случае, если это будет коммерческий договор. А если это будет некоммерческий показ, то, скорее всего, они ограничатся письмами. Но когда вы работаете с посольствами и с культурными центрами, или, естественно, с дистрибьюторами, или представителями вот такими организациями типа CoolConnection, которые все-таки у нас с точки зрения гражданского законодательства, гражданского кодекса Российской Федерации, единственной формой вашей деятельности, совместной, является договор. То есть письмо юридически ничтожно для суда. Поэтому сколько у вас не стоит логотипов в вашей афише, и какое письмо не прислал бы вам Гета-институт, с точки зрения проверяющей организации, вашим соорганизатором является некто и нечто до тех пор, пока вы им не показываете подписанный договор. И вот если в этом договоре фигурирует посольство Республики Германия в Российской Федерации, а у Республики Германия подписан договор о сотрудничестве в сфере культуры, кстати говоря, посольство, не стесняйтесь спрашивать, посольства очень честно говорят о том, есть ли у них договор или нет, пролонгирован ли договор, готовится ли пролонгация или, так сказать, вообще договора нет. Это для вас довольно важно. И все-таки я вам рекомендую, как обязательное, вот не рекомендую, обязательное условие вашей деятельности с дистрибьюторами, с международными организациями, с посольствами, это договор. Но так или иначе в договоре всегда есть две договаривающиеся стороны. Значит, почему вот эти договора о межкультурном сотрудничестве рассматриваются в качестве оснований для пренебрежения требованием о прокатном удостоверении, потому что в этих договорах не определена конкретная организация, ну просто они в основном все типовые, с которой может взаимодействовать в данном случае посольство или культурный центр. То есть организационно-правовая форма у вас может быть любой. Главное, чтобы другой стороной было посольство или культурный центр при посольстве, потому что вот если это культурный центр при посольстве, то есть по сути дела это расширенный отдел культуры. У них юрлицо общее, посольство, то тогда эта поправка к вам относится, потому что конкретно она сформулирована в законе следующим образом. Читаю. В случае показа фильмов, ну то есть не требуется, в случае показа фильмов зарубежного производства на межгосударственных мероприятиях, проводимых в рамках культурного обмена между Российской Федерацией и иностранным государствам. То есть вы идете как культурный обмен, а другая сторона, она договором не определена, то есть это не обязательно всегда должна выступать Российская Федерация. Вы понимаете, да? То есть вот этот межкультурный обмен может осуществляться на уровне любого вида учреждений, предприятий, организаций Российской Федерации, действующих согласно законодательству, то есть обязательно у вас должна быть форма такая деятельности, то есть если у вас нет формы деятельности кинопоказ и кинопрокат, так вам может возникнуть вопрос. А если она есть и другой стороной выступает государство в лице посольства или культурного центра как расширенного отдела этого государства в рамках подписанного договора между Российской Федерацией и этим государством, то никаких вопросов к вам возникнуть не должно. Значит, что касается международных фестивалей и включения в перечень фестивалей. Я честно могу сказать маленьким организациям учреждений, я даже не рекомендую, что это заморачивание. То есть, конечно, это можно сделать, конечно, есть регламент, и в общем все мы знаем, что Минкульт, ну как бы лишний раз отсекая все опасения по поводу того, что этот перечень фестивалей станет своеобразным цензурным перечень, уже третий год включает туда и его кубок, и фестиваль Манского и прочее, прочее, прочее. Вопрос не в этом, вопрос не в том, что вас не включат. Вопрос в том, что это такая сложная бюрократическая процедура, что если вы там, условно говоря, вас два человека, то вы больше времени потратите вот на включение в этот реестр, который, в общем, по большому счету ничего вам не даст для того вида деятельности, которым в основном вы занимаетесь. Но только если вы не предполагаете превращаться уже, опять-таки, в пятый раз вспоминаемый, в коммерческую организацию типа Cool Connection, который, безусловно, является доверчивой организацией. И, в общем, в принципе, сегодня, я честно могу сказать, я даже понимаю логику законодателя, который принял этот закон. Вот если попытаться встать и понять другую сторону, потому что мы довольно много об этом говорили, естественно, вот в это прокрустово ложа между официальной дистрибуцией фильмов, то есть когда фильм покупается на законных основаниях, получает прокатное удостоверение, и со всеми формами, предусмотренными, в зависимости от того, какой пакет прав покупается, то есть это кинотеатральный показ, телевизионное распространение на дисках и так далее, и так далее, и так далее, попал целый ряд организаций, которые, не оформляя прокатное удостоверение, не являясь полноценными обладателями прав, то есть не покупая исключительные права на территории, занимались коммерческой деятельностью довольно успешно. Они молодцы на самом деле, они нашли, ну как бы, все действуют в рамках, вот они нашли в законодательстве то прокрустово ложа, в рамках которого можно было, избегая огромного количества бюрократических проволочек, заниматься такой деятельностью. Пока деятельность этих организаций была, ну, с точки зрения, скажем, общего, общей картины ничтожно, финансово ничтожно, на них никто не обращал внимания. Как только таких организаций появилось с десяток, не только в Москве, которые очень успешно стали осуществлять свою коммерческую деятельность и расти, они молодцы в этом смысле, да, государство решило, ну, начать контролировать этот вид деятельности. Вот оно таким образом теперь контролирует. Поэтому, конечно, это не относится к маленьким киноклубам, и я думаю, что даже если вы что-то и нарушите, то вероятность того, что к вам эта вот обраточка от проверяющих органов придет в том или ином виде не столь велика, но лучше, лучше, как говорится, хранить себя от этого греха. Тем более, что сейчас, в общем, в принципе, уже практически все посольства абсолютно спокойно относятся к этим договорам, когда мы на них только переходили, а я просто, знаете, прошел все стадии, ну, в связи с тем, что я давно этим занимаюсь, я был одним из первых еще в музее кино, когда я работал, кто придя работать в музее кино, практически все посольства построил на заключении вот этих договоров, потому что на протяжении всех 90-х и первой половины 2000-х годов никаких договоров не было. Просто фильмы спокойно обращались, их привозили в посольство, в культурные центры, их передавали другим институциям, все это документально не было зафиксировано никак, но у нас было такое время, законодательство переживало стадию становления, государство переживало стадию становления, и я вот, я помню, первые эти реакции были, в том числе, с зарубежной стороны, а зачем? Ответ всегда был очень простой. Вы знаете, нас очень часто здесь, в Российской Федерации, упрекают в правовом нигилизме, что мы вот такая здесь большая страна пиратов, большая страна, которая пренебрегает право. Вот у нас такое право в нашем государстве. У вас с этим государством установлены дипломатические отношения. Если у вас установлены дипломатические отношения, значит, вы признаете нас как юридический субъект международного права, который имеет право на свои законы. Вот у нас такие законы. В рамках этих законов, пожалуйста, будьте любезны, подпишите договор о том, что мы с вами показываем три фильма с 5 декабря по 6 декабря. Вы мне эти фильмы предоставляете, и что у вас есть договор о международном сотрудничестве, как у Республики Германии с Российской Федерацией. Вот, поэтому не бойтесь обращаться, тем более сейчас уже посольство все понимают, и в общем, в принципе, у них у многих уже даже есть типовые договора, в основе которого лежит тот самый договор, который я когда-то 15 лет назад стал внедрять, с изменениями в связи с законодательством. Но в основе там все то же самое, я там свои фразы узнаю. Часто даже приходит, кто-то первый раз приходит, говорит, у нас есть договор, я знаком с текстом. У вас был какой-то вопрос? Да, я хотел с вами посоветоваться. Мы в деревню ведем деревенскую киношколу благотворительно. И вот в прошлом году, у нас уже третий год проходит фестиваль европейского кино. И они каждый раз для детей с разрешения авторов дают какой-то детский фильм, потому что детей сложно везти, и в город кучу бумаг надо заполнить. Получается, они как бы, ну, просто вот, покажите, потом только фильм удалите, и все. То есть, получается, надо все оформлять. Ну, смотрите, здесь это ваши риски. То есть, если вы абсолютно точно уверены, что в вашем населенном пункте все нормально к вам не придерется, потому что вряд ли вас будет проверять Москва, да, или Министерство культуры. Ну, вот просто так вот, ну, вот откровенно говоря, да. Если у вас там с местной прокуратурой, с местной сельской радой и все остальное замечательные отношения, то, может быть, и не нужно заморачиваться. Но мне кажется, в общем, ничего такого вот сверхъестественного в подписании этого договора нет. Ну, лучше подписать, да, потому что вы как бы получаете, потому что претензия будет не к ним, если она будет, претензия будет к вам. Причем, обращаю ваше внимание, договор подписывается вне зависимости от того, является ли это деятельность коммерческой или нет. То есть, если вы показываете фильмы бесплатно, тоже подписываете договор. Потому что статья 5.1, она никак не регламентирует, какие вы фильмы показываете. Вы часто встречаемся с таким аргументом, а мы показывали бесплатно. Ну и что? Бесплатный показ фильмов, находящихся под авторским правом, без разрешения от авторов, с точки зрения Гражданского кодекса, не является каким-то условием, которое отменяет действие статьи 12.81 и охрану авторских прав. Точно так же бесплатный показ ни в коей мере не отменяет требования статьи 5.1 с точки зрения прокатных удостоверений. Я, по-моему, вам все сказал. Плюсы и минусы разрешения я вам сказал, про договор сказал, про коммерческие и некоммерческие показы. Я немножко об этом говорил. Значит, коммерческие и некоммерческие показы. Значит, мы добивались того, чтобы в этой статье 5.1 была вычеркнута фраза «некоммерческий». Дело в том, что на самом деле коммерческий или некоммерческий законодательством не определено. Большинство проверяющих понимают некоммерческий как бесплатный. В то время как мы понимаем некоммерческий как не приносящий дивидендов. Да, даже не прибыли и не дохода, а дивидендов. То есть то, что вы не можете обратить полученные средства на иной вид коммерческой деятельности, кроме как связанное непосредственно с выполнением вашей уставной, по кинопоказу, прочее, прочее, прочее. К сожалению, проверяющие органы слово «некоммерческий» понимают исключительно как бесплатный. Поэтому это была самая настоящая борьба. И нам удалось вот в этом вот исключении, кстати, вообще статья 5.1, конечно, жутко корява, ее, во-первых, невозможно читать, ее довольно сложно понять. Более того, она скомпилирована из четырех последовательно год за годом меняющихся в первоначальный текст вставляемых предложений. Поэтому там, например, очень смешно. Там вот так называемая поправка Солоницыной, то есть про паблик-домейн. Вот там осталось слово «некоммерческий». То есть, грубо говоря, все советские фильмы, которые в паблик-домейне, вы за деньги показывать не можете. Хотя, на самом деле, непонятно, почему не можете. А с точки зрения гражданского законодательства можете. Но с точки зрения поправки Солоницыной, если как только вы переходите на взимание денег, с фильмов, находящихся в паблик-домейн, сделанных в Российской империи и в Советском Союзе, ну, сейчас получается, до 1950 года, вы должны получить вначале на него прокатное удостоверение. Вот если есть прокатное удостоверение, тогда можете брать деньги. Ну, вот в таком виде дурацком была принята... Это не ко мне вопрос. Мы пытались все вот... Но! Вот эту часть, ну, просто они стояли насмерть, что мы уже ничего не будем менять из того, что мы внесли. В новое дополнение, слава богу, вот если читать это полностью, я тоже это наизусть не помню, хотя сам частично это все писал, ну, вернее, вносил какие-то, значит, не требуется получение прокатного удостоверения в случае показа фильмов исключительно в культурно-просветительских целях. Что такое культурно-просветительские цели? Законом не определено. Но мы исходим из того, что кино — это дело культурное, мы занимаемся культурной деятельностью, и с тем, что мы показываем это массам, значит, это культурно-просветительская деятельность. То есть такого словарного определения, незаконодательного. В рамках осуществления уставной деятельности музеями, выставочными залами, образовательными организациями, реализующими основные и дополнительные образовательные программы, а также в случае показа фильмов зарубежного производства на межгосударственных мероприятиях, проводимых в рамках культурного обмена между Российской Федерацией и иностранным государством. Вот обратите внимание, здесь слова не коммерческого нет. Это было прям вот наше достижение. Поэтому, когда вы подписываете такой договор с посольствами, вы можете проводить как коммерческие, так и не коммерческие. Как с взиманием платы, так и без взимания платы. Это тоже наше такое большое достижение. Все, спасибо.